Привет, народ YouTube! Сегодня посылка у нас GIF. Подарочек. Честно, не подарочек. Заплатил за нее все-таки. 10 долларов оценили. Это чтобы пошлину не платить. Необычно так пишут подарок. Продуманные. Посылка дошла быстро довольно таки. Я просто удивился как она быстро дошла. Я уже подобное заказывал. Хорошая штука мне понравилась. Даже очень понравилась. Так как этот блок питания очень удобен для настроек. Можно выставить напряжение, ток и не бояться, что вы спалите устройство, которое тестируете, диагностируете, настраиваете, что вы там ему делаете. В общем, вот характеристики кое-какие. Есть разные модели. Тут на 50 вольт 5 ампер. Есть и помощнее, поменьше. И ценовая категория разная. Так, книжка. Так, тут должен... Да, вот он есть английский, китайский. На двух языках, понятно. Для своего рынка и для экспорта. Напряжение от 6 до 55. Ток от 0 до 5 ампер. Все это настраивается, включается. Все это работает. Я уже как-то обзорчик делал. В общем, все тут расписано. Как подключить. Что можно, что нельзя. Как все это дело работает. Инструкция, в общем, есть. Ну и кто этим занимается, тому и так понятно. Скажем так, интуитивно все понятно. Тут, в общем, я так понимаю, от мощности и напряжения. Один из вариантов это прошивка и второй вариант. Это тут шунты разные ставят. Если для сравнения, вот у меня еще есть блок на 30 вольт 5 ампер. Это на 50 вольт 5 ампер. Это на 30 вольт. В общем, особо разницы я не наблюдаю. Все то же самое. Ничего не меняется. По ходу программного обеспечения другое и все. Ну, смотрю, тут по цвету конденсаторы отличаются номиналом, скорее всего. Это 50 вольт на моем. На этом 63 вольт. В общем, разница небольшая. Ну и там есть разъемчик. Вот я тут уже подключил. То есть сюда можно Bluetooth подключить. Можно вот такое через microUSB связь с компьютером. Ну и на компьютер тоже выводятся данные там. Собирается статистика и все такое. Так, ладно. Вернемся к нашему испытуемому. Сейчас мы его подключим. Посмотрим, работает ли он. Наличие на 50 вольт не оказалось. Есть на 24 вольта. Я думаю, не проблема проверить. Тут соблюдаем полярность. Не забываем, что это у нас вход, это у нас выход. Ну и полярность плюс-минус. Все это дело подключаем. В общем, подключение произвел. Вход, выход. Ну, теперь осталось включить блок питания. Вот у нас крокодильчики имеются. Посмотреть, что у нас в результате получилось. Здесь запустился. Ну и показывает, что нам тут показывает. Сет. Вот это, по-моему, 5 вольт, а тут 5 ампер. Это входные IN. Вход 20 вольт. Нажимаем включить. На выходе 4,99. Выключаем. Вот здесь, видите, красное, зеленое включено. Красное выключено. Сет выбираем. Напряжение. Нажимаем на регулятор. И тем самым можем теперь выбирать. Нажимаем сет. Возвращаемся. Еще раз сет. Получается, 12 вольт у нас выход. 5 ампер. 11,99. Вот я не знаю, что оно так. Гадать, наверное, все-таки дефект. Или все-таки рассчитано на большее напряжение. Или не прогрелся еще. Ну, ладно, это, в общем, не страшно. Так, выбираем. Ток. Ну, ток я поменьше выберу. На 1 ампер. В общем, ладно. Дальше у нас максималка, да. Подключаем ленточку светодиодную. И запускаем. Светится. Потребляет 1,1 ампер. Наверное, 1 ампера мало. Давайте добавим больше. Добавил 3 ампера. 1,400 потребляет данная лента. Так можно определить, какой блок питания нужен для того, чтобы засветить определенный участок ленты. Вот, к примеру, как вариант. Поставил я на 0,5 ампера. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Да, лента засветилась, но очень тускла. Можно рассматривать кристалл. Ну, в общем, работает. Я думаю, на этом можно остановиться. Протестировали. В общем, все работает, настраивается, подключается, отключается. Появилась потребность проверить светодиод. Так, плюсик получается с обрезанным краешком. Кто не в курсе. Вот тут минус ровненький. Плюсик немножко срезанный. Так, пробуем, включаем. Поставил я на 100 мА. Не, на 200, да, 200. 200 и потребляет. Он вообще светодиод на 300, но я поставил меньше, чтобы не сильно грелся, так как его надо в фонарик поставить. Ну, и освещение, чтобы на расстоянии рук можно было на голову, на каску, скажем, фонарик прицепить и что-либо делать. Можно радиатор небольшой поставить. Ну, я смотрю, даже пальцем держу. Ну, сороковник нагрелся уже. Там радиатор небольшой. Все в пластмассе. Сами понимаете, Китай. Я думаю, можно. Напряжение, я вам не сказал, тут 3,6 вольт поставил, 200 мА. Также можем работать интерактивно. То есть, включаем, допустим, вот у нас выставлена. Напряжение. Мы хотим его увеличить, уменьшить. Нажимаем вольт, и сверху появляется значок. И мы можем валкодером крутить. Уменьшать напряжение. К примеру, до 3 вольт скинули. Смотрим, какое потребление идет. Сейчас вернем назад. 3,6 оставлю. Еще раз нажали, выключили. Включили, теперь ток. Теперь можем ток регулировать. Уменьшаю ток. Уменьшая ток, смотрю, уменьшается и напряжение. Ну, и снизу ваты, если интересно. Ну, таким образом, можно подобрать все, что вам угодно. Очень удобный блок питания получается. Так что, всем советую, ребята. Потом, когда я подключу компьютер, посмотрим совместное включение. Пока я прощаюсь с вами. Спасибо всем за просмотр. Ваши лайки, комментарии. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok